слава украине героям слава привет всем от полонского из киева значит какая ситуация на сегодняшний день в киеве сегодня 20 какой там 6 уже ноября значит так ситуация такого у 130 тысяч потребителей то есть 130 тысяч семей нет пока что света воду при киева это не такие большая цифра тем не менее вот если ты входишь в эти 130 тысяч вот затем тут на моя хорошая знакомая однокурсница как раз входит в это число и вот она говорит у нее света нет до сих не было по состоянию на вчерашний часов 6 это так вечером это очень неприятно особенно когда поднимаешься там на верхние этажи конечно плохо вот ничего знаете проклинают одного человека вы догадаетесь того кого вот этого мелкого гаденыша который сидит там гадит на чем она джип бункере никому в голову не придет даже обвинять в этом украинские власти на это смешно и недолуга и надо быть совершенно дебилом чтобы делать такие умозаключения дебилов у нас очень мало раньше там по московскому патриархату бегают но это это отдельная отдельно скажем так горта публики значит 130 тысяч человек по состоянию на утро еще свет не подали дальше пост по связи мобильный мобильная связь есть практически во всех районах города просто еще не все вышки записать и запитали поэтому иногда приходится людям работать от выше выше которые находятся подальше соответственно связь немножко хуже или 4g не то есть только 3g но такого плана еще есть как бы моменты а так в принципе мобильная связь интернет есть везде и у всех дальше по поводу транспорта транспорт запущен метро работает с нормальными перерывами вот частично между вместо троллейбусов или трамваев бегают автобусы есть расписание они как они ходят вот то есть там по первому маршруту я знаю по трамвайному по скоростному трамваю сейчас автобусы запустили но что делать ничего страшно этого все это неприятность эту мы переживем это все это все такое текучка значит что еще вода 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 и отопление поданы уже по большей части всем воду вообще очень быстро починили там было несколько часов буквально задержки с водой как-то быстро расквитались отопление тоже в принципе всем подали но еще есть несколько точек где его нет в общем и целом можно сказать что киев пережил вот эту вот российско-фашистскую атаку ракетную ну ничего ребята это все ерунда главное чтобы мы победили а это все ну не будет свято еще три дня и дальше до эпохи да и еще один момент мы на телеграм канале разместили карту каворкингов которые имеют генераторы уже имеют генераторы и где можно работать нормально в случае отключения света значит ссылочка снизу кому интересно кому нужно будет работать с компьютером в случае если будет еще отключение света пожалуйста заходите туда там можно на этих каворкингах поработать у них свет и все остальное есть вот так что до работают пункты незламности там говорят что есть некие проблемы то не там находится а то еще не запустили сейчас там депутаты от слух народа побежали по своим округам смотреть где она работает где она не работает и если не работает то почему если адрес ошиблись с адресом значит какой адрес но действительно это новая вещь это пункты обогрева пункты где есть постоянно электричество опять-таки мало ли что вот и можно заправить свои гаджеты соответственно сейчас будут с ними разбираться упорядочат эту карту чтобы было понятно где как киевлянам можно в случае больших перерыв со светом соответственно а согреться б зарядить свои телефоны компьютеры я не знаю ноутбуки планшеты и так далее так далее то есть ребята все абсолютно спокойно если вы думаете что кто-то куда-то побежал еще что вообще ничего такого абсолютно спокойная деловая обстановка все знают кто наш враг все как говорится знают что нас ждет и как с этим бороться слава украине а путин вову славу к все и и и и и и Продолжение следует...